Вот такой мой двоюродный брат, красавец, был командиром миномётной батареи во время Великой Отечественной войны, который отдал жизнь. Старая фотография и фронтовое письмо – это всё, что осталось на память Валентину Васильевичу от двоюродного брата. С войны он так и не вернулся. Мужчина с трудом вспоминает, как трёхлетним мальчишкой в 41-м провожал брата на фронт. Тогда собралась вся их большая семья. Николай Андреев биться с немцами ушёл добровольцем. Ему было всего 20 лет. До войны работал в Иландском локомотивном депо. Работал он добросовестно. Вообще он был добросовестный и вёл здоровый образ жизни. Он был трудолюбивый, был в почёте в локомотивном депо. В настоящее время, в честь его памяти, стоит обелиск. Читая его старые фронтовые письма, Валентин Васильевич с трудом сдерживает слёзы. Последнее он написал в 44-м, незадолго до смерти. Жизнь наша стала немного тяжелее. Погода сырая, идёт дождь. В наших военных деревнях, домах всё время вода, грязь и холодно. А дома наши – это блиндаж. Дом наш – это блиндаж. А траншеи в земле – это наши улицы. Николай Андреев был артиллеристом. Сражался в Сталинграде, форсировал Днепр. За свои подвиги не раз был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны. Присвоили ему и почётное звание Героя Советского Союза. Вот что пишут о молодом лейтенанте в приказе о награждении орденом Красной Звезды за подвиг в районе деревни Шубина, когда он остановил роту немецкой пехоты. Лейтенант Андреев с полной хладнокровностью и спокойствием допустил немцев на близкое расстояние до 200-300 метров. Открыл беглый огонь из 82-мм миномёта. Уничтожил наступающую пехоту противника. Лейтенант Андреев не имеет потерь людского состава и материальной части. Свою будущую жену Николай Андреев встретил на Белорусском фронте. Но до рождения дочери не дожил. Боец погиб при освобождении Польши. Там ему установили памятник. Но на могиле брата Валентин Васильевич не был ни разу. Узнав о нашем проекте, автопатриот решил рассказать о подвигах своего брата. Фронтовые истории своих дедов и прадедов нам присылают жители всего края. Мы обязательно побываем в места, где сражались сибиряки и возложим цветы в память о них. Очень трепетно многие истории слушать. Конечно, они очень личные в этом смысле. Здорово, что наш проект напитывается чем-то таким персональным и личным. Мы действительно уверены теперь, что этот автопробег не просто наше путешествие, а это действительно путешествие для всех жителей Красноярского края, которые нам адресуют свое сокровенное. Пробег «Автопатриоты» стартует уже в эту субботу, 15 августа. Но мы будем рассказывать фронтовые истории сибиряков и дальше. Мы просим вас, наши телезрители, присылайте рассказы и фотографии о подвигах ваших дедов и прадедов на нашу почту. Сейчас вы видите ее на экране или на специальный сайт автопатриоты.рф. Мы должны сохранить память о наших героях. Ольга Тишинина, Дмитрий Демченко. Новости.